Пища всосалась Иногда хочется заняться чем-то действительно серьезным, как говорил Манилов, это какую-нибудь науку следить. А некоторые даже смогут отвлечься не только от пищеварения, но и от размножения. И вот в этом случае как раз заниматься наукой очень хорошо, когда не беспокоит марксистский желудок, который требует постоянного растяжения, не беспокоит какие-то другие мысли. Чтобы достичь этого прекрасного состояния и начать воспринимать науку о мозге, надо уравновесить наш желудок. Вот поэтому я по многочисленным просьбам моих зрителей и читателей, которые уже продолжаются не один год, нашел время немножко потрафить их запросам. И приготовлю сегодня на ваших глазах плов со всеми компонентами. Я, конечно, как вы понимаете, не мастер изготовления плова и вообще не люблю выносить на суд зрителей свои способы приготовления пищи. Но тем не менее, просьб таких много. Некоторая молодежь пробовала эти мои изделия. И поэтому я вот заболев и впав в некоторую такую дикость, нашел время, чтобы осуществить этот проект. Итак, мы начнем сейчас готовить плов. Надеюсь, вам понравится. Все приготовление плова я провожу вот в таком казане, который стоит передо мной. Он небольшой, всего полтора ведра. Ну и на него уходит некоторое количество компонентов. Я обычно использую килограмм риса, лучше не длиннозерного, а такого кругленького и попроще. То есть бесхитростно, потому что длиннозерный при помешивании часто ломается. Кроме этого, я туда кладу следующие компоненты. Я туда кладу поначалу хлопковое масло, которое, как вы понимаете, необходимо для того, чтобы вытопить кордючный жир. Но само по себе хлопковое масло, оно как бы не очень полезное. Для этого его надо предварительно подготовить. И вот прежде чем хлопковое масло станет пригодным, я примерно минут 30 до почернения луковичек в нем, в этом хлопковом масле, варю непосредственно лук. Лук. Маленькие луковички, которые остаются, например, от осени, как сейчас, от посадки. Что получается дальше? У меня, когда этот лук выгорает, это вы сейчас увидите, значит, я туда добавляю всякие другие компоненты. То есть тогда я выжариваю уже туда, бросаю курдюк и плюс всю срезку с той бараньей ноги, которую я использую. На килограмм риса у меня уходит баранья нога. Я срезаю все мясо, значит, косточки, это понятно, для супа. А мясо я мелко нарезаю, вырезаю все жилочки, они тоже в суп уходят. И вот эта вот баранья нога, лучше, кстати говоря, от дагестанского барана, всячески советую. Они намного вкуснее получаются. Я после этого всей манипуляцией, мясо отдельно лежит, сложено кусочками. Я, прежде чем бросить мясо, срезку из жира, из жилочек и курдюка, это обязательно, на это все количество. У меня уходит пол большого курдюка, примерно, вот такой объем, тоже нарезанного. Я бросаю в это самое уже вытопленное, вычищенное хлопковое масло, из которого уже извлечен подгоревший лук. То есть вот такая технология. После этой манипуляции я бросаю мясо, значит, уже достав и шкварки, естественно, от курдюка и там всяких жилочек. Я бросаю мясо, 3-4 минуты его кручу шумовочкой быстренько, и практически мы переходим к главному компоненту. Главный компонент – это рис и морковка. На самом деле плов, с моей точки зрения, конечно, совершенно неправильный, как в большинстве случаев, он представляет собой мясо с морковью, а не мясо с рисом, как наивно думают отечественные домохозяйки. И поэтому рис – это у нас килограмм, а морковки почти три нужно для этого делать. Вот я засыпаю рис в морковку и начинаю все это на медленном огне. Я все это делаю только на открытом огне. То есть казан у меня стоит на подставке, в которой лежат дрова. Я подтапливаю, регулирую. Полтора-два часа после того, как мы заложили морковку и рис, достаточно, чтобы добиться необходимого результата. К этому надо добавить, что в процессе приготовления, когда вы все засыпали, еще полезно засыпать 3-4 вот таких луковиц, мелко порезанных вовнутрь. После этого в середине где-то готовки вы засыпаете туда пряности. Я кладу обычно туда несколько пряностей. Ну, с одной стороны, я кладу, значит, обязательно зиру, обязательно душистый перец, обязательно красный перец. Обязательно добавляю туда небольшое количество муската, обязательно для вкуса. Ну и, собственно говоря, дальше время и старание, надо регулярно мешать. Иногда, когда слишком быстро начинает подсыхать рис, я добавляю туда небольшое количество вина, желательно красного. Но в предсреднем уходит полбутылки для того, чтобы компенсировать все проблемы. К сожалению, процесс такой долгий. В среднем у меня занимает 3,5 часа, а может быть, кто-то действительно и попробует то, что получилось. И только будет кормить гостей, которых, конечно, может быть и жалко. Редактор субтитров А.Семкин